В стране денег много. Ни у кого не должно быть иллюзии. В одной из самых богатейших государств мира не может быть такого, что не было денег. Денег в стране много. Другой вопрос, куда они деваются? Они крадутся и бездарно закапываются в землю. А почему? Потому что политическая система предполагает, что у власти должны находиться именно Семьяну Султана Назарбаева и его приближенные кланы. А кто они такие? Они неквалифицированные люди. Эти кадры не подбираются по принципу профессиональному, когда именно лучшие управляют как политическими процессами, так и бизнес-процессами. Управляют свои. Это приводит к тому, что вас плохо лечат, вас плохо учат. Это приводит к тому, что в банках работают низкоквалифицированные, неподготовленные люди, которые просто приходят на работу проводить время, а потом вечером ездить на дорогих машинах, тусоваться в дорогих ресторанах. Это все приводит к тому, что общество разлагается. Именно такая политическая система монопольная, в которой отсутствует конкуренция, в которой отсутствуют люди, и в состоянии предложить свои конкурентные программы, которые изгоняются и преследуются, все это приводит к тому, что политическая система деградирует и общество разлагается. Именно поэтому банковская система Казахстана находится в тревожной ситуации. То есть монополия на политическую власть привела к монополии в экономике, финансовом секторе. И именно поэтому вы регулярно слышите скандалы о том, что тот или иной банк разорился. Вспомните, какие банки недавно разорились? Это все банки на султана Назарбаева.